Всем привет, дорогие друзья! Давно не виделись, не так ли? Короче, в этом ролике хотел рассказать про то, что я, во-первых, купил iPhone 13 Pro Max, ну и, соответственно, для него понадобилось покупать некоторые аксессуары, в том числе один из важных аксессуаров — это автомобильный держатель. До этого у меня был достаточно, мягко говоря, хреновый автомобильный держатель, максимально дешевый, максимально скрипучий. Он раскрепил громче, наверное, чем весь пластик во всем автомобиле. Кроме того, он постоянно еще отвалился, да, то есть он плохо держался на радиаторе, он еще периодически отвалился вместе с телефоном. Короче, нужно было нормальное что-то, потому что, ну, не особо хочется, знаете, вот менять вот эту штуку, покупать второй такой и так далее. Короче, пришлось купить вот что-то подобное, и у меня основная цель была именно, знаете, как можно меньше геморройца, искать что-то. Я хотел вот купить что-то максимально, знаете, православное. Ну и полез я, значит, на сайт Apple, и вот что я там нашел. Нашел вот я там такой вот держатель, но, насколько я понял, он нифига не заряжает ваш iPhone, да, то есть эта штука просто держит. И если выйдет, чтобы он заряжал, то там нужно как-то продеть вот этот вот шнурок Lightning, да, и оно будет там как-то заряжать. Короче, понял, что это полная фигня, и я такое не хочу, потому что, ну, казалось бы, зачем тогда MagSafe, если эта штука не может заряжать? В общем, я полез на сайт Белкина и нашел там, собственно, вот эту вот штуковину. Она выглядит, согласитесь, намного, намного круче, дороже, чем вот то, что мы до этого видели. Стоит она примерно столько же, да, то есть, ну, 60 баксов это за версию вместе с вот такой вот штукой, да, с прикуривателем, вот это, который вставляется, собственно, сам вот этот Power Adapter. И как бы стоит она столько же, в общем, решил я именно ее и заказать. Зарядка здесь 10-ваттная, ну, это не сказать, что прям очень много, ну, и не прям капец мало. В общем, скажем, такой небольшой бонус, приятный, пока вы едете за рулем, у вас телефон хоть немножко там заряжается. Но, конечно же, это не близко, там, не 20 и не больше ватт. Короче, почему взял именно эту, я объяснил, мне не хотел особо возиться. И, собственно, давайте расскажу пару слов об этой штуке, вообще, что, насколько она прикольная. Сделан достаточно приятных материалов, вот эта вот тема вообще вся прорезиненная, очень такой, знаете, не знаю, правильно сказать, soft touch, не soft touch. Здесь у нас тоже такая очень тугая прорезиненная штуковина, которая держит очень плотно, сидит на, собственно, решетке радиатора и держит всю эту конструкцию очень достаточно крепко. Кроме того, эта штуковина, она еще может поворачиваться, да, то есть она крутится, можно сказать, на 360 градусов, и вы можете поставить свой телефон, например, вот в таком положении, ну, мне лично так больше нравится, но можно и вот в таком горизонтальном положении его поставить. Что тоже достаточно неплохо, то есть эта фигня, она, ну, вот, как видите, поворачивается в разные стороны, и это, как минимум, неплохо, что такое есть. Да, как видите, она проводная, но, конечно же, можно это все дело отсоединить, и у вас просто будет держатель без зарядки, но вместе вот с этим кабельком и вот этой штукой, собственно, весь набор 60 баксов. Я, кстати, взял себе вот эту штуку отдельно, она тоже 20 баксов стоит, и тут у нас USB-A, USB-Type-C, и вот с этим всем вот... Кстати, она сама 20-ваттная, то есть 20-ватт на USB-C, и 10-ватт приходится, по-моему, на USB-A, то есть можно, как бы, параллельно заряжать, например, какой-нибудь еще девайс, если это необходимо. Ну, и, собственно, самый главный вопрос, насколько эта штука хорошо держит вот этого монстра. То есть эта штука, по-моему, весит 250 грамм, без чехла, с чехлом и еще со стеклом сверху, наверное, еще больше. В общем, это реально довольно такая сильная, мощная лопатина, и мне, действительно, вот когда покупал, мне хотелось, чтобы было что-то реально, что сможет это удержать. И, слава богу, действительно оказалось, что эта штука это может. Давайте, собственно, покажу. Ну, вот, как видите, я трясу, 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 трясу. Ну, понятно, что в автомобиле тряска может быть меньше, может быть больше, но, что скажу так, я уже поездил достаточно долго с этой штуковиной, и могу сказать, что она действительно неплохо держит, никаких проблем не было, то есть никаких инцидентов, даже близко не было, все держалось очень крепко, намертво. И, реально, эта штука еще и прикольная. Это тем, что и заряжает телефон. То есть, вы такой положили, потом, хоп, берете, смотрите, у вас процентов стало больше. Это, в любом случае, круто. Ну, и на этом у меня все. В принципе, я не знаю даже, что еще можно рассказать про эту штуковину, но она просто, мне нравится, она стильно выглядит, она не портит вид автомобиля, ну, по сравнению, вот, например, вот с этой, вот, не знаю, предыдущей, непредыдущей версией, но вот она именно продается на сайте Apple. Если вы хотите конкретно такую, то вам придется искать где-то в другом месте, как минимум на сайте Belkin. Ну, в общем, на этом у меня все. Кому понравился и был полезен данный ролик, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, не знаю, какими вы вот этими адаптерами и держателями пользуетесь. Идаскоро.